Приветствую всех юных программистов во втором уроке, в котором мы научимся разрабатывать сценарий анимации и реализуем еще один мультфильм. Возможно, кто-то из вас помнит, что в первом уроке я говорила о том, что нужен сценарий анимации, потому что, если об этом заранее не подумать, то мультик может оказаться не очень интересным. Но само слово «сценарий» может казаться вам очень сложным и непонятным. Сейчас мы на примере разберемся, как быть с этим непростым термином и как создавать очень простым способом сценарий анимации. Делать мы это будем на примере. Мы рассмотрим стартовый проект Scratch на сайте в разделе «Помощь». И этот стартовый проект называется «Танцевальная вечеринка». Ну что ж, начнем. Перейдем на сайт. И на этот раз начнем с самого начала. Мы введем адрес сайта в адресную строку браузера. Scratch.meet.edu Вы, наверное, заметили, что мой браузер уже знает этот адрес и дает подсказку. Поэтому можно было сразу нажать на клавишу «Enter». Мы попадаем на сайт. И, наверное, вы его уже видели не один раз. На всякий случай я напомню, что сайт имеет разные языковые версии. У меня настроена русская версия, но вдруг у вас появилась английская. Поэтому вы можете пролистнуть страницу в самый низ и здесь внизу нажать на вот этот треугольничек и выбрать русский язык. Он размещен, вот если у вас был английский, английский у нас первый по счету. Нужно просто пролистнуть весь список и почти в конце у нас есть русский язык. Выбираем его и наш сайт переведется автоматически на русский язык. Вернемся в начало. Вообще-то так поступают почти все программисты и те, кто хочет чему-то научиться. Берутся готовые примеры и рассматриваются, изучаются. Так же поступим с вами и мы. На сайте есть специальный раздел, который называется «Помощь». Давайте в него войдем. И здесь мы можем рассматривать пошаговое введение. Я о нем немножко говорила и, возможно, запишу отдельный урок. А сейчас мы исследуем стартовые проекты. Вот кто-то даже ошибся в переводе и пропустил одну букву. Но, тем не менее, понятно, что это стартовые проекты. Давайте войдем в этот раздел. И здесь, как уже говорилось на слайде, мы возьмем первую анимацию, которая называется «Танцевальная вечеринка». Откроем ее. Я просто щелкаю мышкой по названию или по самой иконочке. И все вы знаете, что можно запустить анимацию, нажав на зеленый флажок, либо здесь, либо здесь. И чтобы нам было интереснее еще, я покажу, что можно открыть анимацию в большом окне. Для этого мы нажмем на вот этот вот квадратик. И теперь нажмем на флажок. Не правда ли? Действительно, настоящая вечеринка. У нас есть музыка, у нас есть танцоры, есть веселая сцена. Все эти элементы, которые я сейчас перечислила, относятся к описанию сценария. Ну, давайте немножко вернемся к нашей презентации и перечислим те элементы анимации, которые мы сейчас посмотрели, для того, чтобы потом создать похожую свою. Начнем. Опишем сценарий анимации, которую мы только что рассмотрели. Танцевальная вечеринка. Для того, чтобы это было сделать легко, я вам предлагаю просто ответить на несколько вопросов. Простых и понятных. Первый вопрос. Кто или что? Что у нас происходит, с кем происходит действие в нашей анимации? Мы знаем, что у нас есть два действующих персонажа, и в скретче они называются спрайтами. Это спрайт динозаврика и спрайт девушки. Значит, когда мы будем создавать свою анимацию, нам нужно будет эти спрайты добавить на нашу сцену. Еще у нас играет музыка, и с музыкой я немного покажу, как работать. Второй вопрос. Где все это происходит? Понятно, что все это происходит на сцене, но наша сцена мигает, и я вам сейчас расскажу о том, что это сцена с разными фонами, и потом научу эти фоны добавлять. И, наконец, третий вопрос. Как все это происходит? Как вообще реализуются наши анимации? Вы наверняка помните, что для того, чтобы наши спрайты начали двигаться, необходимо написать программу или скрипт. И при этом, когда мы придумываем что-то новое, или пытаемся воспроизвести то, что мы только что рассмотрели, мы должны ответить на вопрос, что делают спрайты на сцене, и рассказать о том, какой будет алгоритм выполнения этих самых действий, в какой последовательности, какие шаги будут выполняться. Ну что ж, давай перейдем в Scratch, и постепенно, отвечая на указанные вопросы, будем создавать свой проект. Разверни анимацию на весь экран. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Для начала, по первому пункту, кто что, мы добавим два спрайта. Спрайт динозаврика и спрайт девушки. Вот мы здесь, в окне, где мы посмотрели анимацию, мы можем снова вернуться к обычному режиму работы, и для того, чтобы нам было удобнее, мы сделаем следующим образом. Мы оставим здесь эту анимацию, иногда можно будет ее подсматривать, а в новой вкладке нашего браузера мы откроем пункт меню «Создавай». Чтобы это сделать, я нажимаю правую кнопку мыши и выбираю «Открыть ссылку в новой вкладке». И перехожу в эту новую вкладку. Вам уже известно, это рабочая среда. Здесь мы пока закроем панель подсказок и начнем. Первое, нужно добавить спрайт динозаврика. Как же это сделать? Чтобы это сделать, у нас есть область спрайтов, и есть специальные инструменты под названием «Новый объект». И первый инструмент, смотрите, если мы наводим мышку на него, то у нас как раз есть подсказки. Первый инструмент – это то, что нам надо – выбрать спрайт из библиотеки. Нажимаем. И видим, что у нас оказывается огромное количество спрайтов. Вы сможете поработать с ними самостоятельно, а сейчас, чтобы не тратить время, я сразу найду динозаврика. Чтобы это было проще сделать, я выберу категорию «Животные». Тогда останутся только животные, и динозаврик, вот он у нас сразу заметен. Я его выбираю, выделяю, он должен стать таким очерченным рамочкой и на сером фоне. И нажимаю кнопку «Окей». Вот наш спрайт динозаврика. Поставим его сюда. Спрайт кота нам уже не нужен. Мы можем его или скрыть, или удалить. Это можно сделать самыми разными способами. Один из простых способов, мы можем выбрать инструмент «Удалить». Вот такие ножнички. Нажали на него. И теперь ножничками на кота. Оп, его нет. Сейчас, пожалуйста, поставь видео на паузу и добавь на сцену спрайт динозаврика. И после этого удали со сцены спрайт кота. Второй спрайт, второе действующее лицо нашей анимации – это танцующая девушка. Попробуем ее тоже найти в библиотеке. И опять же, чтобы нам было легче, мы выберем категорию «Люди». И вот она, почти на том же месте, где был динозаврик. Интересно, да, получилось? Снова ее выделяем. Зовут ее Кэсси. И нажимаем «Ок». Вот наши два действующих лица. Они примерно вот так стоят, два наших спрайта. И если мы вернемся к нашему примеру, к анимации, которую мы только что рассмотрели, вот мы видим, что динозаврик у нас побольше размером, а девушка поменьше, она как бы вдали стоит. Давайте попробуем так и сделаем. То есть нам нужно вот этот спрайт немножко уменьшить. Чтобы это сделать, у нас тоже есть специальный инструмент – уменьшить. А рядышком, если кто любопытный, наводим мышку и видим, что это инструмент увеличить. Ну, давайте девушку сначала уменьшим. Вот у нас появились такие входящие в центр 4 стрелочки. И по ней щелкаем несколько раз. Столько, сколько нам нужно. Ну, вот примерно так достаточно. Как только мы убрали мышку с нашего спрайта, то инструмент тоже перестал работать. Ну, а для того, чтобы было интереснее, давайте динозаврика немножко увеличим. Ну, вот так. Пусть будет большим. Снова останови видео и добавь на сцену спрайт девушки. Затем размести спрайты в нужных местах на сцене. И измени размеры спрайтов так, как тебе больше нравится. Отлично, справились. Вернемся к нашей подсказке, к нашему сценарию, что делать дальше. Так, тут у нас под первым пунктом еще обозначена музыка. Нам нужно найти ту музыку, которая играет на нашей вечеринке. Это немного сложнее, потому что музыку мы не можем сразу увидеть как спрайты. Нам нужно ее слушать. Но я сейчас вам покажу, как постараться можно сделать это немножко быстрее. Мы сделаем следующим образом. Мы вернемся к примеру проекта, на предыдущую вкладку. И нажмем на кнопку «Посмотреть код». Здесь я уже поработала с этим проектом, поискала. Но вы можете тоже увидеть, что есть вкладки «Скрипты», «Костюмы», «Звуки». И нам нужен звук, нам нужна музыка. Сейчас мы будем искать, где же эта музыка в проекте сохранена. У меня сейчас выбран динозаврик, и у него мы видим никакой музыки нет. Выберем Кэсси, у нее тоже музыки нет, где же она находится. А еще мы можем выбрать сцену. И смотрите, здесь у нас музыка есть. Как же ее найти в библиотеке? Она точно есть в библиотеке. Ее можно найти по имени. Имя вот такое вот, название этой самой музыки. Даже если вы не знаете, как это читается по-английски, вы по буквам можете подобрать. Название этой песни «Girl Like You» – «Девушка вас любит». Вот такая вот, или вы нравитесь девушке. Давайте вернемся в наш проект и поищем эту музыку. Ну и сделаем точно так же, как в примере. Мы выберем сначала сцену, потом вкладку «Звуки». И аналогично тому, как мы только что искали спрайты, мы выберем звук из библиотеки. Здесь опять же немного сложнее, потому что музыки у нас много. Но мы посмотрим по алфавиту. Вот кто знает английский алфавит, тот быстро сориентируется. Кто не знает, нам где-то в серединку надо. И здесь мы ищем название нашей композиции. К сожалению, я ее здесь не вижу. Это не очень приятно, поэтому придется подобрать какую-то другую. Ничего страшного. Наша анимация, я забыла вам сказать, может оказаться немножко другой. Не такой, как мы рассмотрели только что в качестве примера. И в этом нет ничего плохого. Будет очень здорово, если у каждого получится своя анимация, свой новый мультфильм. И вот их можно слушать. Просто нажать на треугольничек справа от динамика. Happy Birthday нам не очень подходит. Ну давайте попробуем вот танцевальную, Dance Funky. Вот такая небольшая музычка. Ну давай попробуем другое еще, Dance Magic, например. Вот она довольно длинная, и это неплохо для нашей танца, поэтому мы ее и выберем. Ну кому понравится какая-то другая, тот выберет другую, конечно же. Нажимаем ОК. Точно так же, как с костюмами. Вот наша музыка. Но видим, здесь еще уже есть какая-то, да, кому интересно, можете послушать. Вот такой вот поп. Нам это не нужно, мы ее просто удалим, нажмем на крестик. Ну что ж, мы выполнили первый пункт нашего сценария. Добавили два спрайта и музыку на сцену. Добавили два спрайта и музыку на сценарии. Надеюсь, все отлично отдохнули и размялись. Сейчас нам снова нужно поставить видео на паузу. И необходимо выбрать сцену. Не забудь, что мы работали до этого со спрайтами. Надо выделить сцену. И найти для нее подходящую музыку и разместить в проекте. Желаю творческих успехов. Я очень надеюсь, что у тебя все хорошо получилось. Ты добавил спрайты, добавил музыку. И, возможно, тебе сейчас пора остановиться. Если тебе меньше 10 лет и ты уже долго сидишь у компьютера, то я тебе предлагаю сохранить свой проект в файл. При этом ты вспомнишь, как это необходимо делать. И вторую часть урока ты сможешь увидеть в следующем видео. Лучше это сделать на следующий день. Хорошего отдыха!